Дорогие друзья, всем-всем привет! У нас прогулка выходного дня. Мы идем вот в этот лес. Вот в этот лес. Хотим посмотреть там с этой стороны. Видите, там вдалеке лиственный лес. А здесь виднеются сосны. И мы пойдем посмотрим на разведку в этот сосновый лес. Я взяла с собой на всякий случай кулечек. Может быть там есть мох. Так что немножко насобираем мха. У дочери еще тот мох лежит. Но ждет пересадки. Орхидеи там ждут пересадки. И будем добавлять в ее орхидеки этот мох. Так что здесь мы идем по велосипедной дорожке. И тут велосипедистов столько много катается. Сейчас выходной день, воскресенье. Такая тишина. Вообще люди, такое впечатление, что вымерли. Никого нет. Окна у всех вообще закрыты жалюзями. Даже не жалюзями, а как они называются? Ролеты. Ролеты. Ролетами. Одиннадцать часов утра. Они, наверное, все отдыхают. Мы ранние пташки встали. Идем наслаждаться прогулкой, воздухом. Тут я даже не знаю, куда пойдем. Две дороги сюда или сюда. Вон мужчина там или женщина вдалеке идет. Видишь? Идем сюда. Здесь вроде как ближе. Там в сторону уходит дорога. А здесь, ну, сразу вроде бы в лес. Да. Ну, посмотрим. Смотрите, какой желтый лиственный лес. Уже какой желтый. Смотрите, какая красота. Ну, мы зайдем в лес. И я вам тоже поснимаю, покажу. Здесь природа вообще шикарная. Воздух такой. Сегодня с утра был такой туман. Прямо, знаете, в окно смотришь, и молочный такой туман стоит. И издалека мы шли. Тут тоже вроде бы, знаете, как туман. А сейчас идешь, вроде бы и тумана нет. Но там вдалеке дым стоит. Ну, дым, люди здесь обогреваются дровами некоторые. Некоторые, наверное, углем. Но в основном у людей во дворах я видела только дрова. Вот и дымок идет с домиков. Так что виноградники. Вот, смотрите, некоторые уже вообще, да, полностью голые стволы стоят. А некоторые еще только-только начинают желтеть. В общем, дышим воздухом. Пока есть возможность, оздоравливаемся. Идем дальше. Дошли мы. Вот лес начинается. Начало леса. И сейчас покажу вам наш небольшой городок. Вот там вот внизу. Вот это вот Штетен. Вот там вот мы живем. Видите, какие здесь поля, поля, поля. Потом леса, леса, леса. И, в общем, вот такая вот картина красивая. Ой, я иду, глубоко дышу и наслаждаюсь. И так хорошо. Но когда вспоминаю, что делается в Одессе сейчас, на данный момент, знаете, на душе становится не очень хорошо. Упадок настроения сразу. Ну, у меня жизнь одна, как говорится. И я вообще даже раньше никогда в жизни не подумала, что я могу оказаться вообще в Германии. И жить еще в Германии, добавок. Но как получилось, так получилось. Так, идем туда, к сосновому лесу. И там, ну, посмотрим, что там будет интересного. Я вам тоже покажу. Уже слышно, птицы поют здесь. Так громко какие-то птички. И такой, знаете, запах леса, а? Дошли мы до вот этой лесной тропы. Вот начинаются вот такие вот у них тропинки проложены по лесам. И ты можешь по этим тропам гулять. Написано там... Ой, я аж задыхаюсь. Мы поднялись немножко в горку. И там написано, значит, объявление, что сюда нельзя на машинах. Нельзя на... На велосипедах и на повозках. Не, на великах, наверное, можно. На мотоциклах нельзя. И на повозках с лошадьми нельзя. Ну, пешком, наверное, можно гулять. Вообще красота, конечно. Ну, идём, пойдём. Вон, уже сосны, я уже вижу, начинаются. Может быть, тут совсем чуть-чуть сосен. Ну, запах есть всё равно. Вон, видишь, с той стороны, смотри, вон сосны. Ага, сосны, да. Тут именно хвойный лес. А нет, тут лес именно лиственный. Смотрите, какая красота. Да, какие краски. Какие краски яркие. Жёлтые, зелёные. В общем, и сколько листьев попадало. Жалко, тут не такой лес, как вот там, где я собирала мох. Тут туда ехать очень далеко. Туда ехать. Ну, может быть, как-нибудь поедем ещё раз. Я очень хочу туда попасть. Там такой воздух, там такая красота. О, там такие высокие вот эти вот хвойные деревья. Вообще красота неимоверная. И сейчас опять дорога расходится. И не знаешь, в какую сторону идти. Ну, сейчас решим, куда намеки. Решили свернуть направо. Но тут так всё засыпано. Вся дорога засыпана листьями. И я вам уже говорила, тут вообще никто не ходит. Но видно, что пару машин проезжало. Следы от машины. Вот. Интересно, я говорю, мы пойдём, мы обратно вернёмся. И заблудимся. И не знаю, куда мы выйдем. Не забудемся. Не забудемся? Нет. Ну, в общем, гуляем. Потом приведём сюда наших ещё. Если захотят пойти с нами погулять. Вон, видишь, вот эта вот полоса. Вон хвойник, он выглядывает и всё. Остальное всё лиственные деревья. А я так обрадовалась. Думала, здесь, да, хвойные. Здесь дубы молоденькие. Это молодые деревья. Это... Листья дубовые. Да, но я смотрю, что здесь старых таких, знаешь, деревьев. Нет. Нет, они все молодые. Ну, может быть, им лет 200, не больше. Вон, хвойники выглядывают. Вон какой-то домик ещё, смотри, стоит. И туда вниз уже, как бы. Это мы на гору поднялись, а туда вон спуск вниз. А? Мох? Ну, это не такой. Это не такой. Это... На пеньке. Да, это не такой мох. Вообще, можно его, конечно, тоже... О! Я могу его тоже немножко собрать. Сейчас. Вот такой вот мох на пеньках. Растёт здесь, видите. Я кусочек сорвала. Ну, сколько мне надо. У меня всего лишь две орхидеи. Кстати, вчера купила ещё одну орхидею. И чуть попозже сделаю вам обзор на эту орхидею. Вот такой вот мох. Надо будет поискать, как он называется. Немножко отошли мы от тропинки в сторону. Здесь вот, видите, с горки. И тут опять вон за деревьями опять виднеется хвойник. А тут в основном вот листья все дубовые. Здесь одни дубы растут. Дубовый лес. И вот на таких вот пенёчках, вот как вот этот, да. Есть побольше пенёчек. Где-то вот тут сейчас я вам покажу. Вот на таких пенёчках растёт вот этот вот мох, который я вам только что показывала. Вот такой вот кусочек пенёчка. И вот, смотрите, он весь в таком мхе. Видите, деревяшки валяются. Они уже засохшие. Но мох на них тоже присутствует. Прошли немножко дальше. А тут, смотрите, какое-то строение, домик. Вон, смотрю, качели. И тут даже вот смотровая вот такая вот вышка. Видите? Вот одна, вон вторая. Вот. Интересно, что здесь? Вон оленьи рога на домике. Сверху. Двери. Смотрите, лавочка. В общем, всё как положено. Гуляй себе, отдыхай. Может быть, здесь летом проводятся какие-то мероприятия. Ваня, ты не по дорожке пошёл. А вот здесь вот, видно, машина вот проезжала. Вот. И туда, с той стороны, тоже есть дорога. Дошли такие до хвойных деревьев. Сейчас пойдём посмотрим, что там. Какой запах стоит, аромат. И что там на земле. Может быть, там есть мох с фармом. В общем, красота, конечно. Я вот сколько буду говорить, что здесь красиво, да, и воздух приятный. Всё равно я не смогу передать вот тех вот эмоций и ощущений, которые вот я сейчас испытываю. Дорога, конечно, тут всё закончилась. И это уже уходит вглубь леса. Смотрите, какой величественный лес. Какие сосны. Идёшь, и такая, я как зашла, и у меня такой возглаз, ух ты. Не видно мха, конечно. Ой, какая красота. Ну, вот это вот помеченные деревья. Не знаю, для чего это их помечают. Знаю, что красные там, если красные, то есть такие деревья, помечают, которые больные. И их срезают, чтобы вот эта вот болезнь не распространялась по лесу. А вот это что, синеньким помечено, я не знаю. Ну, тут такая небольшая полянка хвойная. Вот это вот. И всё. А дальше идёт опять лиственный лес. Дыши глубоко, наслаждайся. О, какая красота. Некоторые, видела, блогеры, которые вот из Одессы, да, уехали из-за войны в Германию. Ну, показывают, как ходят по магазинам, что они покупают, какие продукты, что почём. Я считаю, что природа не в сравнении, да, с магазинами и с продуктами. Что-то, ну что, здесь продаётся всё то же самое, что и у нас. Просто некоторые продукты дешевле, некоторые подороже. Вот, но здесь те люди, кто работает в Германии, они могут здесь достойно жить. Понимаете? И здесь государство не оставит тебя на произвол судьбы, если у тебя в жизни произошёл, да, какой-то неприятный сюрприз. И ты остался ни с чем. То тебе здесь обязательно помогут, в отличие от нашего государства. Смотрите, какое дерево нашла, да, по дереву вьётся какое-то растение и до самого верха. Да, а здесь корни такие. Лисе идёшь по этому. Прямо ковёр такой мягенький по этим листочкам. А если остановиться и замолчать, то такой звук, вот слышно, как падают листочки. Такой интересный звук. И птички поют. Ну вот мы сейчас ходим, издаём шум, и они замолкают. Вот, ну я иду и говорю мужу. Тут, интересно, звери хоть какие-то есть? А потом иду и тут же отвечаю на свой вопрос, что навряд ли. Потому что здесь вокруг, вот так вот, если туда посмотреть, вот там мы ходили, посмотрели, там везде дороги. И слышно шум от этих дорог. Поэтому для такого леса, где, да, чтобы звери жили, ну это очень шумно, наверное. Это такой должен быть, знаете, большой-большой громадный лес, где тишина, птички. И там, наверное, зверушки, ну олени какие-то или ещё какие-то звери могут, да, там кабаны дикие. Не знаю, водятся здесь, кто-то не водится. Ну, мне кажется, что здесь навряд ли. Вот мы вернулись к этому домику. Вон он там стоит. Вот так немножко прогулялись вот по кругу, вот в этом хвойном лесу. И идём обратно. Что вам сказать, конечно, если вот так вот каждую неделю выходить, выходной день и гулять, то можно немножко оздоровить организм. Очень красиво, очень. Сколько бы я ни говорила, что это красиво, ещё раз говорю, я вам не передам всю атмосферу вот того, чего вижу я. Потому что я же не всё могу вам заснять, правда? Я вам снимаю какую-то маленькую часть. А то, что вижу я на самом деле, это намного-намного больше. Ещё одно какое-то закрытое место нашли в этом лесу. Там вот отсюда, вон ещё одна дорога, видите, идёт углу. Но мы туда уже не пойдём. Пойдём в следующий раз, наверное, когда будем ещё гулять. И вот здесь вот проходит ещё одна дорога, тоже в ту сторону. Ну, мы вернулись, только не с этой дороги, а чуть дальше. Это мы прошли сюда уже. Можно так ещё идти гулять. В общем, тут этих дорожек, тропинок, можно сказать, полно. И вон ещё между деревьями, смотрите, подвешено. Каяк, про похоже, да, лодка. Ну, как каяк висит. Что-то здесь была какая-то площадка, видимо, для детей. Не знаю, сейчас закрыто или, может быть, на зиму закрыли. А весной откроется, непонятно. Вот, видите, вон туда, вон ещё. Лесной детский садик. Лесной детский садик. Пожалуйста. Ну, может быть, на летом, на лето, да, сюда приводят детей. Потому что сейчас довольно уже прохладненько. Вот, а мы пришли оттуда. Можно ещё туда идти гулять. В общем, тут полно вот таких вот дорожек, тропинок. На велосипеде можно кататься. Отдыхай, как хочешь. Пешком, на велике. Машиной сюда не разрешают заезжать. Машинами нельзя. На роликах, может быть, здесь летом ездят. Потому что сейчас на роликах не поездишь. Он в листьях полно. Не знаю, эти дороги вообще кто-то будет прибирать или нет. Это мне не ясно. Вернее, не знаю. Ну, посмотрим. Может быть, как-нибудь, если до лета мы здесь останемся, то, может быть, придём сюда летом, посмотрим. Правда, по таким вот ходишь лесам, здесь клещей валом. Мы в этот раз, когда в тот лес ездили, приехали домой. Клещей. На детях, на младшем внуке сидело несколько штук. Да, Наташа убирала? Да, не тебе. И на мне сидели клещи. На мне сидели. Ну вот, вроде бы, и оделись хорошо, да? И как бы было тело прикрыто. И всё равно клещей поймали. Так что здесь все, кто живут, здесь немцы, они все делают себе прививки, вот чтобы от клещей. У них специально есть программа, и они все почти привиты. Дочка моя даже сделала детям тоже прививки от клещей. Вот с этой дорожкой мы вышли, с этой дорожки, да? Мы вышли и пошли вот сюда. Вот туда мы ходили. Там сосновая полянка, где сосны растут. А это уже дорога вниз туда. Ну, к основной трассе, которая ведёт, она что там. Так что идём обратно уже. Вот так.